Международный форум «Казань-саммит». Чем запомнился второй день? В КФУ состоялось торжественное открытие программы профориентационной академической мобильности студентов. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Аделина Абдрахманова. Подведены итоги Международной студенческой интернет-олимпиады по химии, организованной Международным университетом нефти и газа имени Айлтши Галди Какаева. Студенты химического института имени Бутлера ВКФУ в личном первенстве заняли весь пьедестал интеллектуального соревнования. Ежегодный Международный экономический саммит «Россия-Исламский мир-Казань-саммит-2022» завтра. О втором дне мероприятия расскажет наш корреспондент. Второй день Международного экономического саммита «Россия-Исламский мир-Казань-саммит-2022» прошел не менее продуктивно. Ключевыми аспектами программы стал «Круглый стол», посвященный тысячестолетию принятия «Ислама» в Волжской Булгарии и «Круглый стол» по вопросам развития исламских финансов и адаптации их механизмов. Наша общая память, она стала удивительно важной и дорогой для всех нас. Я русская, но для меня является национальным праздником, праздник принятия «Ислама» нашими братьями, братьями по нашей общей родине. На секции «Тысячестолетие принятия ислама» в Волжской Булгарии через призму экономических, духовных и культурных связей регионов России с государствами мусульманского мира поднимались первенствующие вопросы, которые были направлены на развитие российско-исламских отношений. Казанский федеральный университет принимает непосредственное участие в обсуждении важных вопросов и оказывает должное воздействие в условиях саммита. С докладами от Казанского университета выступили научный руководитель кафедры международных экономических отношений, института международных отношений Рустем Нуреев, профессор этой кафедры Вадим Хоменко, а также заместитель директора по научной деятельности института международных отношений Рафаэль Валеев. Исламская цивилизация оказалась на стыке древней цивилизации. В их действительности веке она контролировала дороги, которые связывали Европу с Дальней Востоком и Черной Атой. Поэтому вот этот транзит, он осуществлялся постоянно и имел огромное значение. Параллельно с ранее упомянутым круглым столом проходило заседание, посвященное обсуждению исламских финансов. Среди спикеров были и те, кто присутствовал, оглашал доклады в режиме трансляции. Казанский федеральный университет представил заведующий кафедрой финансовых рынков и финансовых институтов Ленар Сафиуллин. В числе спикеров выступил заведующий кафедрой экономической безопасности и налогообложения Айдар Туфитулов и профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Айдар Аюпов. В ходе своих докладов они детально рассмотрели тему финансовой грамотности в области исламского финансирования и значение магистрской программы «Исламские финансы» в формировании нового экономического уклада в России. Исламский мир на пятом месте, в восемнадцатом веке на четвертом месте, в начале двадцатого века на третьем месте и уже сейчас по оценкам экспертов по различным методикам на втором месте. Одним из значимых процессов мероприятия стало подписание меморандума о взаимопонимании организации по бухгалтерскому учету и аудиту исламских финансовых институтов и Казанским федеральным университетам. Стоит отметить, что Казанский федеральный университет является одним из постоянных участников саммита. Представители университета ежегодно содействуют развитию качественных международных отношений. Карина Саяхова, Фарид Захетуглы, Универньюс. В Казанском федеральном университете состоялось торжественное открытие программы профориентационной академической мобильности студентов и выпускников КФУ и МГИМО МИД России. Смотрим. Музей истории Казанского федерального университета состоялось открытие казанской части программы межуниверситетской академической мобильности МГИМО КФУ. На протяжении прошлой недели студенты и сотрудники Института международных отношений и юридического факультета Казанского университета работали с командой экспертов, ученых и преподавателей МГИМО. Мы постарались сделать максимально широкую программу. На протяжении прошлой недели прошло множество различных мероприятий, связанных с профориентацией, с научными исследовательскими институтами МГИМО, с управлением языковой подготовкой, где рассказали студентам о том, какие есть школы языковые, как преподается МГИМО, какие есть языковые традиции. Также у студентов была возможность посетить языковые занятия. Такой обмен способствует расширению профессионального круга знаний и расширению кругозора. И каждый для себя почерпнул что-то новое как со стороны МГИМО, так и со стороны Казанского университета. Проект реализуется второй год подряд. Программа объединяет студентов, ученых и преподавателей, специализирующихся на исследовании международных отношений, юриспруденции, высоковедения, регионоведения, лингвистики и прочих. Эта программа очень уникальна в том плане, что мы смогли обменяться опытом в академическом плане. Мы узнали о возможности сотрудничества в научной сфере. Нам был прочитан курс очень интересных лекций. Мы обменялись контактами с лекторами, ведущими, экспертами нашей страны в сфере международных отношений. Также мы познакомились с одним из лучших студентов МГИМО, которые показали нам, как у них проходит процесс академического обучения. Мы рассказали им о нашем процессе студенческого самоуправления. Отметим и то, что отбор для участия в программе прошли лидеры студенчества, владеющие несколькими языками, успешно проявляющие себя в учебе с активной жизненной позиции. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюс. Торжественное награждение победителей Олимпиады по русскому языку для иностранных студентов, учащихся на подготовительном факультете. Подробнее смотрите в моем сюжете. 21 мая в Казанском федеральном университете прошло награждение победителей ежегодной Олимпиады по русскому языку для иностранных студентов на подготовительном факультете. Мероприятие было разделено на два дня. Первый этап определен проверкой общих знаний, а во второй день проходило тестирование на ориентирование предметной специальности. Сама Олимпиада была разделена на несколько групп в зависимости от уровня знаний участников. Такое комплексное мероприятие на самом деле, мне кажется, что оно стимулирует ребят изучать русский язык. И с другой стороны, оно еще играет роль такой подготовки, потому что в конце июня их ждут выпускные экзамены с подготовительного факультета, в июле их ждут вступительные испытания в университетах Российской Федерации. И мы уверены, что вот такая Олимпиада в разных номинациях, она позволит им дополнительно подготовиться к этим важным событиям, которые им предстоят. В данной Олимпиаде принимают участие 35 стран и 19 вузов по всей России. Олимпиада вызывает интерес у учащихся подготовительных факультетов и подготовительных институтов. Факультет ставит перед собой задачу обучить иностранных студентов русскому языку для дальнейшего изучения общеобразовательных предметов и продолжения обучения на факультетах и в институтах. Все отлично как организация, просто я первый раз немножко волновалась, но это не надо волноваться, потому что все, которые участвовали здесь, они очень отличные. За три года проведения Олимпиады было подготовлено более двух тысяч иностранных граждан. С каждым годом спрос на изучение русского языка среди иностранцев растет, поэтому проведение данного тестирования становится хорошей проверкой знаний, которые студенты успели получить за время обучения на подготовительном факультете. Адалина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. 20 июня в Казанском федеральном университете стартует приемная кампания. Сколько выделено бюджетных мест и каковы сроки подачи документов? Все подробности в нашем сюжете. 20 июня в Казанском федеральном университете стартует приемная кампания. В условия приема были внесены изменения. В частности, сдвинулись даты подачи документов, проведения экзаменов, а также выхода приказов о зачислении. Прием документов у абитуриентов и поступающих по внутренним вступителям испытаниям завершится 15 июля, а по результатам ЕГЭ 25 июля. Этот прием, он немножко смещен относительно приема прошлого года, потому что у нас спадают ограничительные меры по ограничению, связанные с пандемийными обстоятельствами. И еще такая особенность этого года, вот с упражнением этих мер, в этом году для зачисления на бюджетные направления абитуриентам все же придется представить оригинал документов об образовании до окончания срока приема, заявления о согласии на числении и оригинал документов об образовании. В новом учебном году повышение цен на обучение не ожидается. Студенты будут учиться по ценам 2021 года. Для иностранных граждан же стоимость немного изменится. Что касается абитуриентов, поступающих на целевое обучение, то контрольная дата будет размещена на сайте приемной комиссии. Количество бюджетных мест остается на уровне прошлого года – более 7 тысяч мест. Вся информация для абитуриентов по-прежнему размещается на сайте Буду студентам и на сайтах институтов КФУ. Там можно найти план приема, список олимпиад и конкурсов, которые дают преимущество при поступлении. Все желающие могут подать документы дистанционно, через личный кабинет, а также через госуслуги. Сабина Гасанова, Андрей Пагауддинов, Универньюс. В стенах Казанского федерального университета состоялась встреча студентов КФУ, КАИ и КХТИ с депутатом Госдумы Российской Федерации Олегом Морозовым. В ходе мероприятия была затронута тема специальной военной операции на территории Украины. О всех подробностях обсуждения расскажем в одном из следующих сюжетов. На этом все. В студии была Адалина Абдрахманова. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!